Измирительная летняя жара не щадит никого. Непривычные к температурным рекордам люди чувствуют себя ужасно в душной и знойной атмосфере. И ведь при этом нужно умудряться нормально жить, работать и по возможности сохранять отличное настроение. И даже те, кто очень сильно любит лето, частенько жалуются на утомляющую жару. Как сохранить здоровье и повысить самочувствие, когда воздух на улице раскален и даже в тени термометры показывают плюс 30? Узнаем самые действенные способы помочь пережить жару жителей нашего района. Ну я как пенсионер, конечно, плохо. Давление поднимается. Чай горячий пьем. Воды много пью, да, и стараюсь раздеть и ходить. Но жару очень тяжело. Дома сидим, все закрываем. Духота стоит, невозможно. Ну в принципе в такой погоде можно купаться. Ой, очень плохо. Не переносли? Да, скорее бы дождик был. Я дома сижу под вентилятором, а когда выхожу на улицу, у меня как бы начинает кружиться голова. Просто сижу дома. Водичка охладывается, можно душ принять, контрастный. Я не боюсь жары. А больше воды надо пить и все. Ой, вот водичку пьем и мороженое едим, больше никак. Вечерами обязательно ездим на речку с ребятишками купаемся, потому что там хотя бы свежий воздух. Здесь невозможно от асфальта, это жара. Конечно, весь день на рабочем месте сидишь, потом обливаешься, как говорится, вечером охота занырнуть. Чай зеленый очень хорошо, освежает, прекрасно. В жаркую погоду лучше отдавать предпочтение легкой одежде. Не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные очки. В жару старайтесь сократить количество употребления вредной и сладкой пищи. Пейте как можно больше чистой воды. А по возможности проводите больше времени у водоемов и в тени. И помните, первые признаки перегрева и обезвоживания – это общая слабость, головная боль, потеря аппетита, тошнота и пониженная физическая активность. Если вы заметили у себя эти симптомы, лучше как можно быстрее обратиться к врачу. Как перенести жаркие дни для вас узнавали Евгения Логинова, Сергей Бегишев, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Богучаны.